19 августа хоккейный клуб в Сибири организует день болельщика не важно болельщик или спортсменов все равно попадете в объектив их камер у нас в гостях профессиональные спортивные фотографы Александр Лукин и Денис Юферов доброе утро доброе утро вот давайте разберемся по поводу болельщиков вы фотографируете это прямо что вам нельзя быть болельщиками или как фотограф наверное не должен быть болельщиком то есть он не может открыто переживать сочувствовать и надо стараться все-таки держать эмоции под контролем потому что если эмоции перехлестывают это мешает фотографировать давай да куда ты потому что ты забываешь фотографировать начинаешь кричать болеть именно так поэтому ты можешь держать рук открытым что-то орать но при этом при этом ты должен сохранять как бы холодную голову и все равно продолжать делать но еще могут наказать за это денежкой за что за это фотограф он должен быть объективный нейтрален если ты болеешь и в студении всегда присутствует скажем так человек который следит за нами за всеми должен фотографировать одинаковое количество той команды другой команды или болельщиков или что это не важно то есть эмоции помимо того что они мешают во вторых они еще как бы это неправильно и вот ну я как сотрудник эхэл меня могут меня лично могут наказать за это там даже в одна аккредитация написано что запрещается открытое проявление болельщиков настроений ношение атрибутики клуба есть определен есть определенные правила если профессионал ты должен делать свою работу но если ты не клубный фотограф наверное да я даже не вспомнил когда такое после первые два года эмоции все равно есть конечно особенно когда ты знаешь людей которые играют да и даже там в любом виде спорта какие-то есть знакомые и конечно тяжело когда ты видишь этих людей просто знаешь их наши семьи ты сразу не переживаешь но тем не менее ты всегда должен сохранять контроль и знать что у тебя есть другая задача ты занимаешься как получилось что вы стали именно спортивными фотографами они скажем свадебами куда все стремятся чтобы понятное дело заработать денег я например баскетболом занимался и ходил вот на матче баскетбольного клуба мужского туда чего коматиф назывался и у меня появился первый фотоаппарат я у меня как бы всегда был какой-то да фотоаппарат а тут появился первый профессиональзер фотоаппарат так назовем я пошел попробовал поснимать и какое-то время потому что мне просто без фотоаппарата уже не интересно и меня затянуло и начал развиваться в этом направлении тем не менее я например не ограничиваю себя только спортом да я снимаю там и различные репортажи и какие-то социальные темы и свадьбы кстати если я знаю что с людьми очень хорошо могу день провести и здорово по знакомству как говоришь больше наверное да больше наверное да поэтому я себя например никак не ограничивая начинала со спорта и так вот меня затянуло а у зениса какая история у меня наоборот как бы начинала я с корпоративных фотографий ну то есть у кого-то праздник фотографирую у кого-то юбилей фотографирую просто так дал как ну да 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 я попросили в эвентагентстве когда подрабатывал вот мне предлагали а я с детства занимался хоккеем поэтому был ярым фанатом 15 лет назад ну как-то появилась возможность первый мой объектив был моя камера была еще пленочный пленочная зеркалка там два-три раза поснимал нашел потом понял втянулся и с того как бы профессионально развиваться в эту область я знаю что денис много фотографирует болельщиков на трибунах почему это моя фишка мне нравится эмоции особенно когда они не видят и что это что я фотографирую потому что эмоции это ты нечто непередаваемое просто и по фоткам можно понять что сейчас происходит на самом деле не всегда всегда разные заболевания снимок заметил все грустные сидят прям все грустные думаю наверно или проигрываем или нам забили что-то такое еще вмешать разговоры конечно у меня даже интервью сейчас выходила недавно на сайте кхл заголовок был хоккей начинается с болельщиков это моя фраза которая сказал она очень правильно я поддержу дениса это наверное болельщики это наверное самое классное в принципе что можно снять в любом виде спорта вот эти вот эмоции это собственно то ради чего весь спорта затевался потому что без болельщиков спорт ну извините он никому не нужен то есть это то с чего спорт начинается да и не будет болельщиков спорта не будет правильно тем более наши новосибирские болельщики кстати что вы о них скажете самые лучшие да соглашусь пожалуй соглашусь вот у нас очень горячо всегда болеют и у нас достаточно большое количество болельщиков что приятно которые будут поддерживать команду неважно проигрывают она или выигрывает все не любом случае ходит здесь определенная определенная не дарах и простите про все виды спорта то есть любом виде спорта существует определенное ядро и к счастью это ядро больше чем те люди которые приходят когда команда выигрывает да и уходят когда команда проигрывает даже такой анекдот есть да ты за кого болеешь за наших а кто наши те которые выигрывают и они никогда не проигрывают наши тоже было бы классно давайте сделаем паузу и потом продолжим наш разговор фотограф спрашивает клиентку мадам вы хотите большие или маленькие фотографии маленькие тогда вы не должны улыбаться у нас в гостях профессиональные спортивные фотографы александр лукин и денис юферов доброе утро еще раз лучше заказом выяснилось что профессия спортивного фотографа не только увлекательно и интересно но еще и опасно да расскажите об этом почему шайбы летают это нормальная тема должен постоянно просто контролировать как идет игра следить за игровым процессом потому что если ты перестаешь понимать где в данный момент что происходит в принципе полетит и ты просто не успеешь реагировать вот а бывает что даже летит это уже не успевать как-то минимизирует просто не были такие случаи конечно там угол бывает это все кто-то ты как ну как это уже не первый раз поэтому все нормально а вы где находитесь в конкретном месте или передвигаетесь по всему но человек конечно несколько точек съемки обычно зависит от вида спорта того что ты снимаешь но если есть возможность перемещения снять можно снять гораздо более полноценный репортаж с точки зрения картинки если ты имеешь возможность перемещаться и при этом всегда есть любимые точки съемки ну например на хоккей ну может быть вот как раз то что по центру например между скамейками между скамейками много чего можно услышать можешь одновременно и команды поснимать эмоции игроков и тренеров и в то же время вся игра как бы перед твоими глазами они столько уже карьере какой-то самый удачный кадр нам по вашему мнению до их которым гордитесь прям гордиться до многими кадрами гордишься но основном те которые попали либо на выставку либо были отмечены в жюри что касается выставок то есть есть выставки есть конкурсы споративной фотографии участвуйте было давно уже бывает на самом деле для меня лучший кадр это тот кадр который ты еще не снял никогда не знаешь что то что ты можешь снять и когда этот самый кадр тебе придет то есть какая-то подборка каких-то хороших кадров классно тем не менее лучше лучше кадр несбыточная мечта ты как бы стремишься стремишься когда этот придет камера это профессиональное орудие для вас или вы всегда с камерой и в любой момент можете что-то интересное снять снять сейчас можно даже на телефон мне кажется такие камеры вообще есть такой рефлекс идти по улице оба ну это определенный тип фотографии стрит фотография называется многие фотографы на самом деле ходят с камерами у меня все время была такая привычка последнее время наверное вот такой привычки нет но это так волнами знаете вот хочется ты берешь например можешь неделю ходить с фотоаппаратом потом месяц не ходить это как волна нахлестывает себя все хожу неделю с фотоаппаратом на самом деле вот сейчас телефоны не хуже снимают понятно что они не дотягивают до профессиональной камеры у ребенка своего я на телефон снимаю я вообще не достаю этот большой объектив или маленький ну зачем это не только профессия это образ жизни но отчасти на части да какой вид спорта вам нравится больше всего снимать не хоккей но у меня нет на самом деле любимчиков я в каждом виде спорта нахожу всякие плюсы то есть причем опять же волнами отдельный момент времени например там дико нравился мини-футбол другой момент времени дико мне нравился волейбол в конечном там такие эмоции можно поймать в любом виде спорта можно кормать эмоции просто в каждом виде спорта есть свои какие-то фишки которые живут всегда спорт делают уникальным поэтому важно 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 их понимать когда для тебя любовь и спорт он будет любым любимым тот же взять вот я снимал паркур когда он был на пике популярности мне пришлось тоже бегать и прыгать на уровне то что ну да но еще с этой техникой тяжело тот же самый автоспорт это уникально это просто вблизи посмотреть машины уникальные везде свой да плюс что касается выставок так может быть свое организуйте уже много наверняка у вас мне предлагали например я считаю что я пока не готов несмотря на обилие по количеству или по мастерству несмотря на обилие хороших кадров я же говорю что я считаю что лучше кадр еще впереди поэтому когда я посчитаю нужным что мне есть что показать я может быть и вот что-то сделаю соглашусь предложение в принципе будет прям такой объективный объективный товарищ прямо Александр сам к себе тоже очень объективный предлагали же и болельщики может быть даже кто-то из руководства Сибири может быть руководство нет руководство конкретно не предлагала но вот знакомых из пакинного клуба Сибири поступали такие предложения особенно по болельщиков именно так мои фотографии есть но я не считаю что это достижение я был молод азартный мне предложили конечно давайте я вот не знаю висят они там сейчас нет да нет но и там было и мои работы и ретро скажем так профессионалов 80-х 70-х годов то есть к юбилею к 50-летию черно-белые черно-белые вытягивал я еще помимо того что фотограф я еще и дизайнер довелось довелось вытягивать эти фотографии обрабатывать их прикоснулся к искусству не то что именно к искусству потому что фотографировать на пленку это искусство а на цифровую это уже так да ладно мы поняли самые главные ваши работы они впереди да мы вам желаем чтобы все у вас получилось это еще не все александр денис просим вас рассказать нам какой-нибудь забавный случай а у вас наверняка много было но так коротенько каждый ну самый забавный случай это с чего все началось именно вот почему я начал снимать хоккей я тогда был просто болельщиком как-то так получилось что я сидел в первых рядах и меня волков или уже не помню сфотографировал наш старенький фотограф я попал на первую полосу газета до из тех пор я решил чтобы никогда не попадать я буду с другой стороны вот так вот я и стал фотографом судьбоносный снимок александр у вас что случилось у меня произошло небольшое чп весной я снимал лиги чемпионов волейбольный матч локомотива против итальянского клуба где-то за час до съемки я пришел и вставил основную карточку аппарат и понял что она не работает запасная почему-то куда-то пропала в общем в итоге я бегал по весенней грязи до ближайшего магазина выяснилось что там карты нету каким-то чудом я догадался позвонить напарнику он оказался дома недалеко он принял в такси и вез на карту но пока у меня не было карты мне пришлось там есть определенные процедуры в общем групповые фотографии команд я снимал как раз таки на мобильный телефон я вышел с большим фотоаппаратом мои ребята меня знают все понятно я вышел с большим фотоаппаратом показал итальянцам что ребята он у меня есть я фотограф пойдем где фотографироваться мы вышли на середину площадке я убрал тот аппарат и сфотографировал на мобильный телефон вот и получилось кстати неплохо такие лица такие что на что происходит они были удивлены и наши тоже были удивлены но опять же снимки получились весьма профессионал да профессиональные спортивные фотографы были у нас в гостях в студии радио 54 александр Лукин и Денис Юферов спасибо еще раз большое за то что нашли время и пришли к нам в гости и